2020-й оказался успешным для производителей бумажных изделий. В этом году объем товара вырос на 15% в сравнении с 2019-м. Одни аналитики видят в этом благоприятное влияние коронавируса, тот самый период, когда население ринулось покупать бумажную продукцию. Другие же считают, на динамику повлияла поддержка государства. Основными причинами послужила реализация проектов в рамках карты поддержки предпринимательства регионов. Основное сырье в Казахстане для производства бумажных изделий – макулатура. Коробки производят из вторсырья. Сбор макулатуры у нас производится во всех регионах Казахстана. По словам отраслевиков, несмотря на пандемию, производственный процесс не останавливался ни на день. С начала года отечественные предприятия выпустили продукцию почти на 54 миллиарда тенге. Большую роль в беспребойной работе сыграла пищевая промышленность, которая считается одним из основных потребителей изделий из гофрокартона. Как вчерашний мусор превращается в плотную и надежную коробку? Потребовалось ли предприятиям дополнительное оборудование, чтобы обеспечить страну гофрокоробами? И будут ли расти объемы выпускаемой продукции и дальше? Обо всем этом в новом выпуске программы «Промышленность». Науматинское предприятие по выпуску гофрированного картона сырье поступает со всей страны. Исходный материал – макулатура, вчерашний мусор, которую в цеха везут автомобильным и ЖД-транспортом. В год предприятие выпускает 60 тысяч тонн бумаги, картона и 110 миллионов гофрокоробов. Макулатура поступает по транспортерной ленте в гидроразбиватель. В гидроразбивателе вот сюда подается вода, где макулатура превращается в некую кашеобразную жижу. После этого эта кашеобразная жижа подвергается сортировке. И в самом конце идет самая тонкая сортировка, где извлекается только одно само волокно. Важная задача – очистить предварительное сырье от сопутствующих материалов – скотча, стекла, песка. В процессе переработки производственники получают древесное волокно, из которого и делают картон и бумагу. Возможности изготавливать продукцию из целлюлозы у предприятий нет. Это не позволяет лесной фонд нашей страны, который не достигает даже 5% от всей территории. Но и в этом отраслевики нашли свой плюс. По их словам, тот факт, что в качестве исходного материала используется макулатура, а недорогостоящая целлюлоза делает их продукцию более доступной. На этом станке это все производится, то есть ставится рулон картон для плоских слоев, следующий рулон ставится картон для плоских слоев внутреннего слоя и ставится бумага для гофрирования. Из этих трех слоев делаются гофролисты, клеится клеем, потом высушивается и после высушки идет нарезка продольная и потом поперечная. В Казахстане изготовлением продукции из бумаги занимаются 328 предприятий и только три завода считаются действительно крупными. Они расположены в Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях. По данным Министерства индустрии, в этом году отраслевики произвели порядка 100 тысяч тонн бумаги, картона, гофрокоробов и бумажных салфеток. В Министерстве индустрии уверены, динамика появилась за счет ввода государственных мер поддержки и появления новых предприятий. В 2018 году в Атаравской области был реализован проект по производству одноразовых бумажных стаканов. В 2019 году в Карагандинской области реализован проект по производству бумаги и бумажной продукции. Также в 2020 году планируется реализация еще двух проектов по производству картона и бумаги. Наибольший рост продемонстрировали производители туалетной бумаги. На втором месте оказались предприятия, выпускающие ящики из гофрированного картона. А вот объем бумажных полотенец, выполненных из импортной целлюлозы, вырос всего на 2%. И если рост производства туалетной бумаги объясняется возросшим ажиотажем на продукцию именно у населения, то коробок стало больше из-за увеличения спроса на них в пищевой промышленности, уверены в ассоциации упаковщиков. Процентов все-таки, наверное, 80-85% – это пищевая промышленность. Все-таки вся пищевая промышленность – это конфеты, печенье, виноводочные изделия даже, соки, напитки – все это в основном переводится именно в гофрокоробку, в гофрокартоне. Это говорит о том, что люди в период пандемии больше сидели дома и больше потребляли продуктов питания. И спрос на коробки, гофрокоробки, гофропродукцию вырос в разы. В последнее время показатели пищевой промышленности растут. Год назад наши предприятия произвели продукции на сумму 757 миллиардов тенге, а в этом сумма уже превысила 600 миллиардов. Развитие пищепрома отражается и на отраслевиках, выпускающих картонную тару для продуктов питания. Казахстанскую упаковку из гофрокартона приобретает и эта крупнейшая компания по выпуску кисломолочной продукции – творога, сметаны, йогурта. Половина всего выпускаемого товара пакуется в гофрокоробки отечественного производства. Она достаточно устойчивая и жесткая, в то время как картон обычный, он не дает такую жесткость, поэтому в картоне перевозить продукцию просто будет невозможно. Этот короб оптимальный для нашего продукта, обладает достаточной степенью прочности, очень хорошо себя ведет на нашем упаковочном автомате. Большую роль для производителя играет расположение предприятия по выпуску гофрокартона. Молочной продукции необходимы бесперебойные поставки товара. Что же касается требований к таре, то она должна выдерживать факторы внешнего воздействия – солнечные лучи, влагу, пыль и уберегать первичную бутылочную упаковку от повреждений. В среднем год мы приобретаем гофрокартона свыше двух миллионов квадратных метров, это очень большой объем, я считаю. Ну вот я сейчас хотел бы, наверное, представить один из наших гофров, в который укладывается один из наших популярных продуктов. Один из наших продуктов – это ультрапастеризованное молоко. Помимо прочности, гофрокороб должен быть также презентабельным. Дизайн, цвета коробки, наименование бренда – все это согласовывается с производствами пищевой промышленности. Что хочет упаковать клиент? Он нам дает образцы, мы затем анализируем это, сколько можно штук положить в одну коробку, каким весом, какой тяжесть может быть на нее потом, когда она будет складироваться коробка на коробку. Это все мы высчитываем. С клиентом согласовываем дизайн и затем наш дизайнерский отдел разрабатывает коробку. По словам отраслевиков, на рост производительности повлиял введенный правительством запрет на вывоз макулатуры. Меру ввели в прошлом году. Весной срок ее действия подходит к концу. В условиях отсутствия производства целлюлозы, являющаяся основным сырьем при производстве бумаги, регенерируемая бумага, картон является единственным отечественным сырьем для казахстанских предприятий при производстве бумаги и картона. В этой связи приказом министра индустрии инфраструктурного развития от 19 февраля 2019 года был введен запрет на вывоз территории Республики Казахстан регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов. Введенный запрет на экспорт макулатуры положительно отразился на отрасли в целом. Сейчас у производителей картона и гофрированных коробок проблем с сырьем нет. Более того, они не успевают переработать тот мусор, что есть. Сетуют в профильной ассоциации. Наши сборщики начали жаловаться, что наши перерабатывающие предприятия не успевают перерабатывать тот объем сырья, который собирается нашими сборщиками. Мы, как ассоциация упаковщиков Казахстана, предложили такой механизм, при котором была бы поддержка перерабатывающей промышленности как стратегически важной. По данным ассоциации упаковщиков, в отрасли работают порядка 4 тысяч человек. Чтобы сохранить рабочие места, заводы должны быть постоянно загружены. В связи с этим производственники предлагают ввести квотирование на вывозимый мусор после того, как срок запрета на вывоз сырья подойдет концу. Предложили механизм квотирования, который заключается в том, чтобы насытить, в первую очередь, перерабатывающие заводы. И только если какие-то объемы сырья останутся, то их направлять уже на экспорт преимущественно в Россию. А для этого предлагают экспортировать мусор по остаточному принципу. Сначала заполнить мощности казахстанских производителей, а уже после выдавать сырье на экспорт. По словам представителей Алматинского предприятия по выпуску гофроупаковки, их завод загружен фактически на 100%. Но в случае, если объемы нужно будет нарастить, в ход пойдет обновленная техника. Мы сделали инвестиции к оплажению в покупку нового оборудования. Швейцарская компания – это суперсовременная машина, которую можно будет еще производить апгрейд и увеличивать ее возможности. Если у нас появятся в будущем какие-то спросы еще на какие-то более современные продукции, мы ее можем спокойно апгрейдить и дополнить какими-то еще опциями и вполне удовлетворять наших клиентов. В том, что производители бумажной и картонной продукции этот год закончат в явном плюсе можно не сомневаться. Показатели продажи уже бьют рекорды. Отраслевики отмечают, ситуация останется стабильной и заводы будут загружены при условии, что сырья, как и сегодня, будет достаточно. А это уже зависит от решения Кабмина – вводить или не вводить квотирование на экспорт макулатуры. Продолжение следует... Продолжение следует...